Очень краткое содержание романа «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина. Если в двух словах, то сюжет романа разворачивается следующим образом. Три поколения большого процветающего семейства помещиков Головлёвых обрекают себя на полное разрушение. Причинами тому служат пьянство, праздность, скупость и подлость по отношению к близким. А теперь немного подробнее. Богатым имением Головлёва правит помещица, жестокая, решительная Арина Петровна. Ее безалаберный супруг ведет праздную жизнь, не помогая жене в делах. Плодом сорокалетнего брака Арины Петровны с нелюбимым мужчиной являются дети – старший Степан, дочь Анна, Порфирий и Павел. После смерти дочери Арина Петровна воспитывает ее дочерей – Анненьку и Любеньку. Безвольный, неприспособленный к жизни Степан проигрывает свое состояние. Он возвращается в отчий дом, где уходит с запой и умирает. Павел в одиночестве живет в своей деревеньке и от тоски также начинает пить. После его смерти единственным наследником состояния Головлёвых становится Порфирий – лицемерный, подлый и жадный человек, которого в семье называют Иудушкой. Позрослевшие Анненька и Любенька уезжают в Москву, где становятся актрисами. Очень быстро они опускаются на самое дно и становятся куртизанками. Любенька не выдерживает такой жизни и выпивает яд. Анненька возвращается в Головлёво, где постепенно спивается. В конце своей жизни Иудушка раскаивается в своем поведении. От злости на себя Порфирий начинает беспробудно пить. Он отправляется к могиле Арины Петровны, чтобы попросить прощения, но умирает по дороге. Единственной наследницей имущества Иудушки становится дальняя родственница Головлёвых. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok